Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». Мои дорогие, с сегодняшнего дня мы начнем потихонечку вникать, что такое кето-диета, какое питание при кето-диете. И поэтому я буду потихонечку вас как-то знакомить с этим. И сегодня наше первое видео, которое посвящено завтракам. В начале видео я хочу сказать огромное спасибо Ларисе. Мы с ней много разговаривали по поводу завтраков, какие вам предоставить. Очень много рецептов кето-питания. Но мы старались выбрать более реальные, более легкие и более бюджетные. Мои дорогие, сразу хочу сказать, что на кето-питании очень приветствуется, когда первый прием пищи. Назовем его завтраком, потому что я кушала в 12 часов, то ли завтрак, то ли обед. Но тем не менее, это первый прием пищи, и называем мы его завтраком. Так как, если мы только входим на кето-питание, еще раз повторяю, лучший режим соблюдать 3 раза в день питаться. 16, 8 и подключаем интервальное. Не будем отнимать время, потому что говорить не придется много. Я надеюсь, что вы взяли ручки, тетрадки. Итак, поехали. Сегодня я вам хочу предоставить 7 очень легких, вкусных и полезных блюд. И вы должны понять, что кето-питание, это не скучно, это вкусно и очень-очень помогает нам и оздоровить свой организм, и, конечно, похудеть. Итак, первое блюдо у нас сегодня – это яичница болтунья с брокколи. Записываем. Первый завтрак у нас – яичница болтунья с брокколи. Этот рецепт мне любезна. Вот два первых рецепта. Это мне рассчитала Лариса. Говорю, огромное ей спасибо за такую помощь. Записываем. Первый вариант завтрака – яичница болтунья с брокколи. Два яйца, 100 грамм капусты брокколи, можно замороженной, ну сейчас да, или стручковой фасолью. Масло топленое – 5 грамм. Также у нас идет кето-бутерброд – это 15 грамм твердого сыра, 10 грамм сливочного масла, 25 грудинки. Итого, вот это наш первый завтрак получается на 467 калорий. Здесь у нас получается белков 25 грамм, жиров 38,5, все в граммах углеводов – 3,5 грамма. Идем второй день. Второй день у нас завтрак – кето-блинчики. Мои дорогие, я делала вариант двух кето-блинчиков. Пожалуйста, смотрите на кулинарном и в моем сообществе, на моем со мной канале. Возьмите на вооружение, спасает при кето-питании очень-очень. Итак, второй вариант завтрака – кето-блинчик. Два яйца, 30 грамм твердого сыра смешать. Обжариваем с двух сторон на топленом масле. Топленого масла 5 грамм или сливочное масло можно. Так, намазать 10 грамм творожного сливочного сыра, любой, какой вы можете себе позволить. Филадельфия дорого, ну, Хохланд, ну, вот любой сливочный, в общем, мои хорошие. На одну половинку положить листья зеленого салата. Например, айсберг и ромен – это недорого, оно продается в магазинах. Салаты листовые, не бойтесь и не учитывайте даже в них углеводы. 15 грамм, так, дольки половина помидор – 40 грамм. 30 грамм слабосоленой красной рыбы, на которую, если можете себе позволить, ну, такие, как голец, горбуши, они недорогие. Накрыть второй половинкой листового салата – это будет очень вкусно. Кофе жирный, больше 20%, 20 грамм, смотрите, сливок, жирные сливки, больше 20%, 30% – прекрасно. И общий калораж у нас получается 460 килокалорий. Это вот я первый вам сказала день сколько, и второй завтрак у нас на второй день – 460 калорий получается. Белки – 30 грамм, жиры – 36 грамм и углеводы – 3,5 грамма. Идём третий день. Третий день у нас будут кето-сырники. Что для этого нам нужно? Творог – 18% – 250 грамм. Яйцо – 55 грамм – это одно яйцо. Так. И я, например, иногда добавляю сметанки, иногда не добавляю. И я считаю, вот творог и яйцо здесь будет предостаточно. Получается 4 порции. Мы, конечно, съедаем только одну. И я вам говорю, на 100 грамм. Пищевая ценность получится наших сырников калорий 202 и 5 килокалорий, белки 12,6, жиры 15,3 и углеводы 2,6. Если будете включать кофе, то, пожалуйста, его ещё и посчитайте. Добавится, если жирные сливки, будет где-то 200 килокалорий плюс. И также получится в районе 400, 420 где-то килокалорий получится завтрак. Но это кто пьёт кофе, это не обязательно. Можно пить чай в завтраке, там его можно не учитывать. Там 2 килокалории идёт. В общем, можно не учитывать. Так. Пошли дальше. Это у нас третий завтрак. Четвёртый завтрак у нас будут печёночные оладьи. Я очень люблю печёночку. Она очень приветствуется, мои дорогие. Включайте печёночку. Говядины, свинины, куриную. Неважно. Я привожу пример вам печёночных оладий из говядины. И хочу сразу сказать, мы же не можем там маленький кусочек на одну оладушку. Поэтому я говорю вам рецептуру на 500, на полкило печени. Наверняка ваши покушают близкие. Но колораж я вам скажу на одну порцию, на вашу. Договорились? Итак, что нам нужно для печёночных оладушек? Это лук одна штука, чесночок один, два, три зубчика, до трёх больше не надо, чтобы не горчило. Это по желанию. Яйцо одно. Соль желательно гималайское, розовое. Ну, нету обычную соль. Используйте. Многие предлагают столовую ложку льняной, там или миндальной, или кокосовой муки. Мои дорогие, я не использую. Оладушки получаются очень хорошие. И не использую вообще никакую муку. Оладушки всё равно отстают прекрасно. И перец где-то 2 грамма. Соль 3 грамма, перец 2 грамма. Итак, калорийность я говорю сейчас на одну порцию. На одну порцию, значит, калория получается у нас 84,56 килокалорий. Белки 9,64 грамма, жиры 3,53 и углеводы 3,9. Но тут есть клетчатка. Поэтому клетчатку отнимаем. И чистых углеводов по ладушке в одной порции на 100 грамм продукта получается всего-навсего 2,37. 2,37 грамма. И продолжаем дальше, мои. Так, на пятом завтраке мы будем кушать с вами кокосовую кашу. Это очень вкусно, мои дорогие. Кашка у нас тоже будет. Так что, если кто может позволить, иногда купите. Пусть она вам будет. Она вас на несколько раз сварить кашку пригодится. Это очень вкусно и очень полезно. Итак, значит, мы берем 2 яйца, 150 миллилитров жирных сливок и 20 грамм, это ложечка, кокосовой муки. И подсластитель, это на вашу, я не кладу подсластитель, я только кладу 2-3 чайные ложечки, чайные ложечки сливочного масла. Варим эту кашку до густения на маленьком огне и потом выкладываем ее в форму, в тарелочку и сверху кусочек масла. Это все растает. Это, мои дорогие, очень вкусное блюдо. Обязательно включайте это. Кашка называется райская каша. Это райская кашка. Включайте обязательно, так что кашка у вас тоже будет в вашем рационе. Так, что у нас на шестой день? Так, мы кокосовую кашку прошли. Что у нас идет? Так. Что у нас? Мы что тут забыли? Что я тут вам не сказала? Так. Мы делаем, значит, цветную капусту. Мы делаем цветную капусту, оладьи и цветной капусты. Берем цветную капусту 450 грамм, 3 яйца, маленькую луковицу, чайную ложечку соли, щепотку перца, сливочного масла или топленого, лучше для жарки. И делаем вот такую вкуснотень. И получается у нас очень вкусное, сытное блюдо. Чистых углеводов у нас получается всего 5 грамм. Но там есть и клетчатка, потому что. Значит, жиров у нас 26 грамм, белок у нас 7 грамм. И всего это блюдо получается 262 калории. Я вот смотрю, мне кажется, я какое-то блюдо кето-оладий. Я вам сказала, да, кето-оладий. Так, а вот шестое. Вот, шестое я пропустила, я сразу начала с седьмого. И шестое, ну, неважно, каким по очереди вы его записали, последний завтрак у нас на сегодня, это бутерброд с печенью трески. Это очень вкусно, это очень вкусно, и это очень приветствуется на кето-питании, мои дорогие. Поэтому, что нам для этого нужно? Конечно, баночка печени трески, вареное яйцо 5 штук, лук 2 штуки, соль 2 грамма. Ну, соль смотрите, потому что сама по себе перец чёрный 0,5 граммчиков добавьте. И свежий огурчик. Делайте типа салатика с печенью трески и разрезаете огурчик напополам, он у вас будет, вместо хлеба. И туда сверху салат с печенью трески. Это будет очень сытный и очень полезный. Там все микроэлементы, там море витаминов, и вы накушаетесь вот и до, потому что печень трески очень сытная, очень сытная. И за вот эту одну порцию вы сразу получите 270 калорий. Прибавляем сюда 220-230 калорий кофе со сливками, и у нас получается 490 килокалорий первый приём пищи. Итак, мои дорогие, сегодня я познакомила вас, оттороторила очень быстро, потому что хочется сказать очень многое, и связь плохая, ещё хочется вас информировать. Итак, мои дорогие, сегодня мы изучали кето-завтраки. Первый у нас завтрак – это яичница болтуни с брокколи. Второй вариант у нас получается кето-блинчики. Третий вариант у нас – это кето-сырники. Четвёртый вариант – это у нас печёночные оладьи. Пятый вариант у нас – райская кокосовая кашка. Шестой вариант, который я пропустила изначально – это бутерброды с печенью трески. И седьмой у нас вариант – это у нас получается кето-алладьи с цветной капустой. Они очень вкусные, сытные, и получается очень-очень вкусно. Я надеюсь, я ничего не пропустила, и весь скалораж на каждый продукт я написала. Но я постараюсь всё это написать под этим видео. Мои дорогие, мы начинаем изучать кето-питание. Пожалуйста, слушайте внимательно, смотрите внимательно. Если вы будете самостоятельно искать варианты в открытом пространстве, в интернет, очень-очень много вариантов, мои дорогие, будьте осторожны. Когда я начинала только, я, конечно, тоже смотрела, искала варианты, которые могли бы мне подойти. Но, к сожалению, я смотрела и удивлялась, что… Не знаю, кто их сочиняет, потому что очень много продуктов, которые не соответствуют кето-питанию. Будьте осторожны. Я смотрю какие-то перекусы. Перекусы мандаринами, апельсинами, и продукты, которые вообще не зря, и кашки там какие-то рисовые. Ну, будьте осторожны. Если вы что-то для себя начинаете открывать, изучать кето-питание, пожалуйста, будьте осторожны. Если сомневаетесь, лучше спросите. Я вас очень прошу, потому что вариантов в интернете море. Найти можно наверняка очень хорошие и полезные, но и очень недостоверной информации. Бывает такое, что надо куда-то по ссылке перейти, потом за какое-то меню еще деньги заплатить. Поэтому будьте очень осторожны и внимательны. И очень бы хотелось, чтобы мы это все кето-меню… Я выбрала вам совершенно разное, чтобы была и курочка, как говорится, и рыбки маленькая, и всего помаленьку, да. Но, если положа руку на сердце, лучше всего начинать кето-питание, чтобы в вашем рационе были яйца. Это очень-очень часто и приветствуется в любом они виде, и в болтушке, и в олладьях, и с мяткой, и в крутую, и как угодно. Это очень приветствуется. По поводу салатов в дополнение к вашим блюдам. Вы можете включать 100 грамм каждый день, через день, салаты листовые, или салаты с капустой, или салаты с огурцом. Очень любит кето-питание салаты зеленого цвета. Очень любит. И вы можете включать 100 грамм капустки. И вот то, что я вам прочитала, вы добавили, допустим, 100 грамм капусты. Это неважно. Может, белкочанная она просто свежая, с чесночком, с маслечком, оливком. Либо квашеная капуста, там калорий очень мало. Пусть вас не пугают там углеводы. Там за счет витаминов клетчатки, там все сбалансировано. И всего 19 калорий. Вы можете включать листовые любые, любые листовые салаты. Включайте любые, в любой прямой. Вот покушали вот то, что я вам рассказала, а вам хочется салатика. Это даже приветствуется. Пожалуйста, включите. Там всего по каждому салату будет 15-20 килокалорий. Всего. В листовых салатах не нужно учитывать углеводы. Какая прелесть. Вот вы скушали, вы можете скушать, сколько вы сможете своих листовых салатов. Вот я говорю, две ладошки ориентир. Пожалуйста. И там не нужно учитывать ничего. Углеводы в них не нужно учитывать. Запомните это. Белокочанную капусту можете в любом виде включать. Хоть каждый день, хоть через день. Листовые салаты. То же самое. И главное, помните, в листовых не учитываем мы углеводы. Огурет. Свежий огурчик. Это зеленого цвета. Стручковая фасоль. Нам ее можно. Пожалуйста, в заморозке покупайте. Брокколи. Салат можно. Авокадо, если можете позволить себе. Оно дорогое. Пожалуйста. Это очень полезное, нужное. Вы понимаете? Вот сейчас я вам рассказала маленькие, маленькие варианты. Мы вчера с Ларисой и говорю, очень много рассуждали. Разбирали. Показывать вариантов можно. Вы знаете, если задаться целью, можно на год вперед вам этих вариантов дать. Но хочется, чтобы вы сразу поняли, что кето-питание, оно не страшное. Что присутствует все. И рыбка, и мясо, и птица. Все можно приготовить. Мы, как бы я вот с Ларисой, мы постарались вам как-то что-то на свой вкус маленькое. Где-то что-то убрали. Вы также можете переставлять местами. Не обязательно вот именно как я вам там понедельник, вторник, первый день, второй. Это можно менять всяко, куда вы хотите. С понедельника на вторник, с вторника на среду и так далее. Вы можете что-то добавлять. Не бойтесь салатов. Любые салаты, айсберг там, какие там у нас, капуста, любого, любого вида капуста. Все зелье. Шпинат. Включайте обязательно шпинат. Не бойтесь шпината. Вы не съедите его больше нормы. Но включайте шпинат, вы пополните организм калием и магнием. Он лидер среди. И главное углеводы не нужно учитывать. Если у них в КБЖУ есть углеводы, вы на них вообще не обращайте внимания. Питание очень вкусное, очень ценное, очень полезное. Все присутствует. Все. И я говорю, если уже нет возможности какие-то руколу покупать, авокадо покупать, оливки, маслины. Вот это все приветствуется. Я говорю, мы вчера с Ларицей в растерянности были. Хочется столько вам рассказать, столько блюд. Вы знаете, говорю, на год вперед можно написать это меню. И думать не надо. Мы сами своими силами все добывали, все изучали, все сочиняли сам. И очень надеюсь, я очень надеюсь, что мой труд не будет бесполезным, мои хорошие. Я очень надеюсь, что это будет вам полезно. Я благодарность еще раз говорю Ларисе за то, что вот она помогает мне. Просто низкий поклон. Вам, дорогие подписчики, большое спасибо, кто пришел, кто подписался, кто смотрит, кто интересуется. Но я очень надеюсь, что все, что я буду вам доносить, то, что я буду вам рассказывать, будет вам полезно. Пишите, делитесь, спрашивайте. К сожалению, под видео долго и много не ответишь. Я пытаюсь проводить, это касается уже объявления, пытаюсь проводить прямые эфиры. Вы видите, что качество очень плохое. Мне написали два человека мои, возможно, подписчики, возможно, гости, что качество плохо слышно, постоянно зависает. Но я здесь ничего поделать не могу. К сожалению, интернет плохой и связь плохая. Вчера я вечером пыталась записать с другого места, но 20 минут пыталась. Ну, там не вылетало. Но такой период, когда у меня на кухне занято, я не могу записать. В общем, я пока не могу ничего определиться с прямыми эфирами. Мне очень большая к вам просьба, ответьте, нужны ли обсуждения на прямом эфире. Как быть? Мне не хочется, чтобы вы, как говорится, смотрели и мучились, прислушивались там. Во-первых, я удивляюсь, что я совершенно, прямой эфир идёт, картинка другая. Я получаюсь на весь экран, огромная, большая, не такая, как на самом деле. Мне это тоже огорчает, что съёмка настолько увеличивает меня. Мне кажется, что я там килограмм 300, честное слово. И я никак не могу, ну, в технике вот в это ещё я разобраться не могу. И обсуждать мы это уже не будем, технические условия. Просто перед вами, перед всеми извиняюсь, что качество моих прямых эфиров очень-очень хромает, как говорится. Я буду стараться записывать, как-то искать те места, откуда можно прямой эфир более-менее качественно записать, и чтобы самой так приятно на себя смотреть, не пугаться. Итак, мои дорогие, я сегодня начинала такие небольшие, менее как бы занятия, когда мы будем разбирать питание, кето-питание, что нельзя, что нельзя. Вот мы сегодня привели вам небольшой пример семи завтраков. Если у меня получится, я буду стараться в семь часов. Если, боже, не знаю, как получится, ну, ориентировочно в семь часов вечера. Я постараюсь, я постараюсь выйти нормально в эфир, и мы с вами обсудим, что-то вам понятно с этого меню, непонятно, какие у вас вопросы, какие у вас пожелания. Давайте учиться, давайте узнавать, кто решил перейти на кето-питание, только кто решил, кто понял, что это необходимо. Не насилуйте себя, если понимаете, что вам трудно будет отказаться от чего-то. Поэтому ни одна диета, ни один вид питания не должен напрягать, потому что когда напрягает, не можно, а точно сорветесь. Итак, мои дорогие, пишите пожелания под этим видео, как нам быть, как нам обсуждать каждые вот эти вот мини-уроки, которые вам будут, я надеюсь, очень полезны, что вы завели тетрадку, что вы все записали. Можете смотреть и останавливать там. Я под каждым видео буду писать, буду писать, и какие блюда, и какой колораж, чтобы вам, кроме того, что вы меня послушали, вы еще под видео это прочитали. Договорились? И по поводу вот моей просьбы. Пожалуйста, если кто-то технически в этом разбирается, у нас почему-то не на всех видео открытых эфиров открывается чат, не знаю. Я говорю, ну, я не волшебник, я только учусь, и ошибки очень часто делаю в прямом эфире. Я что-то, видимо, неправильно снимаю, это раз. И второе, простите, ради бога, за плохую связь. Мне само это очень неудобно и некомфортно, мои хорошие. Ну ладно, мы начали учиться. Сегодня, я надеюсь, мы продолжим обсуждать. Вариантов кетозавтрака много. Я бы хотела, чтобы вы взяли на вооружение мой один-единственный рецепт кетоблинщиков, которые будут вас спасать на все случаи жизни. Потому что научись их делать, там всего два ингредиента, это легко и просто. Вы будете делать эти завтраки довольно вкусные, даже на праздники. Можно сделать роллы и мясом, и рыбой, и сладкие, соленые, какие угодно. Поэтому будем разбирать, что же, чем же и как нам питаться. Договорились? Итак, мои дорогие, надеюсь, вечером встретимся. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда. Ну а кто зашел и не подписан, я очень надеюсь, что вы подпишетесь. А все, мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.